Рано или поздно это происходит с каждой семьей. Дети вырастают и покидают родительский дом. Они уезжают учиться и работают в другие города и даже страны. А мама и папа, для которых это событие становится настоящим испытанием, пытаются справиться с так называемым синдромом опустевшего гнезда. Есть такая поговорка, пословица, что детей, ребенка вырасти и отпусти. И помогает что в это время? Помогает обратиться друг к другу, обратиться к себе и действительно начать решать вопросы, которые не были решены. В силу того, что появились дети, дети стали занимать основную массу времени и сил много забирать. И как бы не до построения взаимоотношений у супругов было. В этот период происходит резкая перестройка всей семейной системы. Если отношения в браке всегда были теплыми и уважительными, то отъезд детей будет сплачивать супругов еще сильнее. Если же супруга всю жизнь объединяла только забота о детях, то преодолеть синдром пустого гнезда будет непросто. Люди не всегда осознают, зачем они вступают в брак. Если женщинами движет больше желание реализовать себя в материнстве, реализовать себя в партнерстве, как жена, как мать. А мужчины не всегда осознают. Есть такое, не всегда осознают. Как правило, они как-то в большинстве своем соглашаются на то, что женщина предлагает. Друзья женились, я женился, друзья детей родили, я детей родила. Но без осознания смысла, для чего мы вместе, зачем мы вместе, очень тяжело. И если это не обсуждать, если не приводить это к общему знаменателю, то начинаются недопонимания, начинаются какие-то недоразумения. Особенно острый синдром опустевшего гнезда переживают мамы, для которых ребенок всегда был единственной радостью в жизни. Они стараются всеми возможными способами привлечь к себе внимание. Начинают активно вмешиваться в жизнь сына или дочери. И вместо того, чтобы быть опорой и поддержкой, сами становятся источником бесконечных проблем. Я знаю случаи, когда матери периодически приезжали к детям в другой город, привозили продукты. Либо сейчас связь есть сотовая, интернет, звонки ежедневные или сообщения ежедневные в соцсетях. Как ты, как дела, как чего, либо по нескольку раз в день. И ребенок, который независимо, мальчик, девочка, который любит своих родителей, естественно, он вынужден все время дергаться. От постоянной тревоги за свое чадо помогут отвлечься занятия любимым делом и новые впечатления. Именно сейчас можно отправиться в путешествия, которые давно откладывали. Вспомнить, что когда-то вы мечтали научиться танцевать. Можно купить велосипед и завести собаку. И вместо того, чтобы в десятый раз за день пытать ребенка вопросом, все ли с ним в порядке, делиться с ним позитивными эмоциями. И ребенку хорошо, ему интересно. И он тоже понимает, что с родителями там все в порядке. Они там не в депрессии, потому что ребенок уехал. И у родителей жизнь становится тоже наполненная. Но это волевые усилия, это сознательные усилия, это анализы, это размышления. Это не просто вот оно само пришло и все. Оно само не приходит. Трудности будут всегда. Невозможно подстраховать сына или дочь везде и во всем. Ребенку, который входит во взрослую жизнь, необходимо научиться их преодолевать. А родителям нужно спокойно принимать все ошибки и если понадобится быть рядом. Когда ребенок спрашивает совета, да, или как мне поступить, что мне сделать, да, и прочее. Не бросаться сразу готовый ему давать рецепт, совет, а вот так, как психолог поступить, да, спросить, а как ты думаешь, что здесь можно было бы предпринять. И потом уже присоединиться и уже добавить, ну, что-то свое, исходя из своего опыта жизненного. Ну, то есть в первую очередь, ну, как стимулировать к тому, чтобы ребенок сам искал решение, ну, уже не ребенок, да, так скажем, выросший ребенок, да. И сам, ну, учился разрешать сложности жизни, связанные с тем или иным вопросом. Если у родителей богатые и насыщенные событиями жизнь, то с уходом ребенка из дома для них может начаться совершенно новый этап полный ярких эмоций и впечатлений. Субтитры подогнал «Симон»!